Сейчас следующее слово мы предоставим также гостю, который к нам прибыл. Он является полномочным представителем Муфтиатрии Субъти Дагестана по северному территориальному округу и центральному территориальному округу Хабибулла Нажин. Пожалуйста. Теперь к благому нраву что приведет? Здесь было сказано, что намаз, кто совершенствует должным образом, намаз, кто совершает, это человек не то что комфорт, даже психолог этому человеку не нужен. У него гармония бывает в душе. Так надо совершать намаз. А чтобы так намаз делать, что надо делать? Вот от меня сидит, вот важность сегодня в Маджлисе, когда увидел президент, говорят, этих ученых, которые сидят, вот тогда я узнал. Я не знал, что настолько серьезный Маджлис сегодня. Важность здесь я понял. Вот они скажут, чтобы намаз вот так гармонии искренне совершать, без дариката это невозможно. Человек, на доступном нам языке скажу, вне намаза человек над собой работает думать об Аллахе, поминать Аллах. Чтобы в намазе ему не приходилось, чтобы сосредоточиться легче, чтобы было ему. Например, один пример. Говорил, оказывается, ты когда из дома выходишь, сегодня отсюда до того стола, чтобы об Аллахе думал, старайся говорить. Завтра чуть дальше, послезавтра чуть дальше. То есть, куда бы человек ни шел, чем бы человек ни занимался, хузур, хушур, о котором здесь Мухаммад Расул говорил, хушур это смиренность и мысли об Аллахе полностью раствориться. К этому, дорогие братья, приводит только дарикат. Еще здесь было очень хорошо сказано, что мечеть построила, не хватает. Рух должен быть здесь. Рухом, душой мечети являются прихожане. Вот таким же рухом для ислама является дарикат. Поняли же, без дариката, бездушные люди здесь присутствуют, будут. У них рибада тоже бездушные будет. Душа, чтобы была, за тарикат надо держаться. К чему приводит тарикат? Так как тема же хусну хунук была, хороший глаголин даур. Один-два примера. Ибн Мубарак, рахима Аллах. Когда к нему пришли люди, у него много мышей, завелось дома. Гость говорит, почему бы тебе кошку не завести? Он говорит, я боюсь, что эти мыши к соседу пойдут. Ему навредят. Представьте себе, пускай мне вредят, чем соседу. Вот что такое благоиндава. Еще один пример приведу. В Багдаде один вали, когда соседа дом сгорел, этот вали искренне от души говорил, я виноват, я должен возмешать. Ты поджег, нет, а в чем дело? Я одну сумму пророка Аллах с отцом оставил, штаны стоя одел, штаны посуне сидя надо одевать. Безборокатность моего действия на соседа, говорит, перешла. Поэтому я должен вас вмешать. Вот что такое тарикат, вот к чему приводят. Еще один пример тоже приведу. Тоджи саду ха-жи си Мухаммад. В 43-м году, это я читал, рассказчик тоже здесь присутствует. В 43-м году, в голодные времена, в Хунзахском районе, любое село, проходя от голода, у кого-то там горох вай, зеленый горох посаженный, два стручка покушал. В 95-м году он внуков отправляет, 5 тысяч рублей тоже дает. Найдите хозяева, ихних потомков, халал возьмите, говорит, это 5 тысяч рублей тоже за это дайте, говорит. Он был устазом, истинным. Вот к чему тарикат приводят. Вот это есть хус-на-хуллук. Дай Аллах, чтобы мы, ал-хамду-ля, у нас в Тагистане есть же это, никогда не... Хасан Устаржи, когда переживал, ему написал, ты знай, я, говорит, везде был, в многих исламских странах, как в Тагистане барраката ислама, искренности, чистоты нигде в мире нету. Это 100 лет назад пишет. Это все барракат имама Шамила, имама Гази Мухаммада и истинных тарикатских людей. В наше время тоже есть братья, ал-хамду-ля, шелкру, делайте, держитесь за них зубами. И в конце тоже скажу, когда сюда ехал, мне сказали, я здесь в Дуранге был, между прочим. Я учился в этом медресе, вот в Чингутае, вот в этом медресе. Один раз на Рузман тоже отправляли, первый курс я учился. Ну, я здесь мечеть какая была, знаю. И мне сказали, мечеть построил Сахавату фамилию, говорят. Сахават это на арабском переводе «щедрый» означает. Но я до сих пор не слышал такой фамилии. Для меня что-то удивительное было. Когда сюда приехал, увидел эту мечеть, мысль возникла, не то что фамилию, имя тоже Сахавата надо было ему дать. Вот такой хороший мечеть, работу сделал человек. Я его не знаю лично, но работа колоссальная. Пусть Аллах примет. Еще раз говорю, барракад этого важности, этого мажлица, объединяющий такой барракад, я глазами вижу, вы тоже увидите. Иншалу архаман. Вассаламу алейкум. Ва рахматулахи таалу. Ва барракату. Продолжение следует.